В этот день, 31 июля 1857 года, родился Александр Кривошейн, ближайший сотрудник Петра Столыпина по осуществлению акрарной реформы, позже глава правительства у барона Франгеля в Крыму, Владимир Кельис-Борок, советский американский ученый-сейсмолог, занимавшийся прогнозированием землетрясений. В этот день, 31 июля 1656 года, к озеру Байкал отправилась первая русская экспедиция. 31 июля 1937 года вышел приказ НКВД о массовых репрессиях, бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. 31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановление о развитии жилищного строительства в СССР. Во всей стране началось возведение многочисленных хрущевок. 31 июля 1905 года в Петергофе под председательством Николая II началась серия совещаний по поводу плана создания Государственной Думы Российской империи. Некоторые историки полагают, что появление в России Государственной Думы опоздало по времени почти на 100 лет. Тогда эффект от ее появления был бы более масштабным и долговременным. Однако попытки создания законодательного учреждения, которое соединяло бы глаз народа с мнением правителей и министров, предпринимались не единожды. Александр I раздумывал о написании Конституции. Александр II, освободитель, подписал указ о деятельности выборных законосовещательных учреждений, отложившиеся из-за погибшего от бомбы народовольцев государя. Его сын Александр III планировал возродить в стране Земский собор. Окончательную точку в общественно-политическом вопросе поставил последний правящий государь из династии Романовых. Николай II более чем осторожно относился к народовластию, полагая, что действительная парламентская система будет обозначать гибель России. Но иного выбора у государя уже не было. Разгон шествия у Зимнего дворца в Петербурге, закончившись сокровью, поражение от японского флота в Цузимском сражении раскалили общественность до предела. Народного представительства и политических свобод. Это одно из многочисленных требований, которые озвучили рабочие, прижедшие к царскому дворцу в кровавое воскресенье. Общество наше, воспитанное на западноевропейских доктринах, видит спасение наше в насильственной пересадке на нашу почву, чуждых русской истории и духу нашего народа, конституции и парламентаризма. С таким заявлением обратился государь к министрам еще зимой 1905 года. А уже летом в Петергофе он начал масштабные совещания с великими князьями, кабинетами министров, членами Государственного совета по вопросу создания Думы. За основу был взят проект министра земледелия Ермолова, доработка которого была поручена министру внутренних дел Булыгину. Булыгинская Дума. Так впоследствии, то ли в шутку, то ли всерьез, окрестили этот проект. Уже к августу манифест об учреждении Государственной Думы был одобрен государем. Первый созыв Думы планировался к запуску не позднее середины января 2006 года. Срок выборного мандата должен был составлять 5 лет. Однако первые три Думы прозаседали недолго, от 72 дней до одной сессии. Короткое время работы было связано с тем, что в Думу пришло большое количество радикально настроенных людей, которые рубили на корню все инициативы. В Думской повестке предполагалось рассматривать все законопроекты, бюджет, отчеты государственного контроля. По мнению же представителей Совета Министров Петра Столыпина, вся деятельность радикалов сводилась к двум словам «руки вверх», на что Столыпин сам же шутя отвечал «не запугайте». Дума же 4-го созыва просуществовала по регламенту 5 лет, вплоть до 2017 года. Впрочем, дворянство тоже искососмотрело на диалог власти с народом. Решение о создании Государственной Думы вызвало противоречие у многих представителей высших засловий. Так граф Шереметьев, увидев в создании Думы зло, направленное против монархического режима, перевернул у себя дома, лицом к стене, все портреты императора. Сам же русский гостарь на все недовольства однажды сказал князю Трубецкому по-царски «Отбросьте сомнения, моя воля, воля царская, созывать выбранных от народа непреклонно. Пусть установится, как было в старе, единение между царем и всею Русью, общение между мною и земскими людьми, которое ляжет в основу порядка, отвечающего самобытным русским началам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова